Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы возвращаемся к спекуляциям на финансовых рынках и продолжаем следить, собственно, за основными событиями, фундаментом. Ведь давно уже усвоили для себя, что фундаментальный фон имеет очень большое значение в определении той или иной динамики финансовых инструментов. Активно следим за евро, за британской валютой, за долларом, за нефтью. Периодически обращаю внимание на валюты страны океане, австралийцы, новозеландцы. Конечно же, когда есть для этого интересный и соответствующий фонд. Кстати, эта неделя у нас не исключение. Мы будем с вами говорить об австралийце. Но я думаю, друзья, то, что будем преимущественно говорить с позиции того, что мы очень близки к нашей цели 0,70. Вы помните, я надеюсь, поскольку уже ранее была сделана большая ставка на мягкую экономическую политику. И на этой неделе у нас, собственно, решение Резервного банка Австралии по процентной ставке уже завтра на азиатской сессии, то есть на завтрашнем брифинге нам точно будет о чем поговорить с точки зрения австралийца и того, что с ним происходит. Очень надеюсь, нам все-таки выпадет счастливый случай констатировать достижение цели на этой неделе. Фонд, как минимум, этому, друзья, соответствует. Поэтому будем ориентироваться на цель 0,70, будем ориентироваться на поддержку фундаментального фона и продолжим, собственно, параллельно обсуждать еще и другие финансовые инструменты. Сразу же к повестке экономического календаря. Сегодня мы следим за активностью в строительном секторе Англии. Этот релиз является уже, скажем, еще одним блоком отчетов, которые продолжают активность в производственном секторе. Собственно, эти данные были опубликованы на минувшей неделе. Соответственно, анализируем мы традиционно строительный сектор, производственный сектор и сферу услуг и после этого делаем выводы о том, есть ли какие-то положительные ожидания по экономическому росту, да и в целом по фундаментальному фону касательно Англии. Но надеюсь, то, что вы для себя уже вместе со мной, в принципе, уяснили, что для британца ключевым фоном является ситуация вокруг Брекзита, а статистика идет лишь дополнительным фоном, который позволяет понять, как экономика работает с серьезным для себя геополитическим, в прямом смысле, риском. Но за статистикой будем следить. Сейчас фонд все-таки не на максимумах, которые были достигнуты на минувшей неделе все-таки корректируются. Я надеюсь, что до 12 марта нам удастся наблюдать британца преимущественно в развитии нисходящей динамики и, кто знает, возможно, удастся даже достигнуть цели 1.30. Нам нужно сломать этот психологический рубеж для того, чтобы ориентироваться на цели пониже. Помимо этих данных на этой неделе, друзья, безусловно, очень много будет зависеть от характера данных по Non-Farm Perils, это данные по американскому рынку труда. Для трейдеров, которые спекулируют о американской валюты, мы, собственно, среди них этот отчет очень важен, поскольку он, в принципе, имеет большое значение для Федрезерва, соответственно, и для монетарной политики. Мы за этим релизом тоже будем вместе с прочими участниками рынка следить. Ну и для тех, кто спекулирует о канадцам, решение по процентной ставке Канады в среду. Безусловно, тоже будет очень много сказано про то, что произойдет с канадцем по факту этого отчета. Мы попробуем спрогнозировать возможные движения. Но, повторяюсь, я, друзья, по-прежнему канадцам не торгую и, честно говоря, после пятничной динамики этому даже рад, потому что если бы я торговал канадцам, если бы я имел конкретную позицию, я бы поставил на укрепление канадского доллара и возможность движения в район отметки 1.30. Но вы сами все видели. Мощная восходящая динамика. Мы ее попробуем сейчас объяснить. Динамика, которая разочаровала очень многих. Но поскольку в пятницу еще просила нефтянка, по-прежнему лишены возможности точно определить, что же для канадца является определяющим. Либо статистика, либо нефть. И вот продолжаем гадать, рассуждая о том, что на канадца в плане настроения влияет больше иного. Давайте теперь поговорим подробнее по основным финансовым инструментам. Напоминаю, друзья, что сегодня также состоится еще традиционный вебинар. Правильный понедельник. Он пройдет в 16.30 по московскому времени. Мы детально разберем еще события минувшей недели. Поговорим о том, что интересного на этой такими большими крупными мазками. Поставим цели среднесрочные. И я уверен, что какая-то информация точно вам будет полезна. Поскольку знаю, что для большинства из вас все-таки у приоритета какая-то одна торговая идея, либо какой-то инструмент. Но я стараюсь анализировать их преимущественно все. По нефтянке в 65.22, к сожалению, для себя констатирую, что начинаем мы неделю не на самой хорошей, радужной, сказанной ноте, поскольку котировки Brent уже отступили от максимумов. Снова близится к поддержке в 65 долларов за баррель. Этот уровень мне не нравится, потому что это значение, которое явно является своего рода психологическим, переломным. Есть высокая вероятность, что закрепить снижи участники рынка найдут поводы для того, чтобы снизиться еще сильнее. Я не хочу сейчас даже об этом говорить, друзья, потому что в целом тот фон, на который мы ранее делали акцент, это фон, который способствует только одной динамике, восходящей. И для меня было крайне удивительно наблюдать снижение нефти в пятницу. Я даже затрудняюсь сейчас объяснить, с чем это могло быть связано. Потому что в пятницу у нас были новости, но они носили только лишь положительный, скажем, характер и воздействие потенциальное для нефти. Но оно не было реализовано, к сожалению, вот в таком, в нужном русле. В частности, что у нас было интересного в пятницу, это доклад ОПЕК, который отчитался о том, что и сколько нефти было добыто в минувшем месяце, в феврале. Так вот, производство нефти, как и было заявлено по планам, продолжает снижаться. Сейчас это минимум за последние 4 года. Львину часть сокращения традиционно берет на себя Саудовская Аравия. Судя по всему, будет действовать в таком же ключе и дальше. Планы мы помним, озвученные министром энергетики, еще Саудовской Аравии Халидом Альфалихом. Я ориентируюсь на эти планы, потому что надеюсь, что этот фонд будет еще стимулировать интересы к нефтянке, потому что действия в целом ближневосточного картеля, они действительно располагают к надеждам о том, что рынок будет и дальше находиться в процессе ребалансировки, то есть в тех процессах, которые способствуют не созданию условий избыточного накопления резервов. Сейчас это важно. По цифрам, по данным Саудовской Аравии, добыча нефти снизилась на 300 тысяч баррелей в минувшем месяце. Соглашение, как вы помните, действует с начала этого года. Это соглашение расширенного состава ОПЕК+. Страны действительно стремятся выполнять обязательства, взятые на себя. Я думаю, что единственным слабым звеном в этом соглашении является сейчас Россия, потому что ОПЕК выполнил обязательства, я бы даже сказал, перевыполнил на 101%. Возвращаемся теперь к причинам, почему же все-таки нефть просела. Повторяю, что особо у меня мыслей нет, потому что этот доклад мог бы стимулировать значительные интересы к нефтянке. У нас была еще новостная поддержка, которая связана с фоном касательно переговоров между США и Китаем. И в частности, буквально на закрытие пятницы на рынок со ссылкой на советника Белого дома Ларри Кутлова пришло сообщение, что страны очень, скажем, близки к прогрессу, серьезному, который будет уже закладываться в основу соглашения в ближайшие недели. И это соглашение между Китаем и США может быть достигнуто еще до саммита лидеров, собственно, Китая и Соединенных Штатов Америки. На этом фоне все равно нефтянка не смогла заучиться поддержкой. Поскольку нету в прямом смысле ни единого, скажем, какого-то, ни одного фактора, которым можно было бы сейчас объяснить это снижение, я бы даже не стал ориентироваться на возможности его продолжения сейчас. К негативу мы еще, друзья, вернемся. Я не раз уже делал на это акцента. У нас будет с вами причина, и наступит время, когда мы сфокусируемся на проблемах Китая, на чрезмерном росте нефтедобычи в США, может быть, угрожающим даже прогрессу по сокращению добычи от стран ОПЕК. Но это будет не сейчас, друзья. Для начала нам нужно дождаться именно очень важного прорыва в новостном фоне, изменения, может быть, даже общей фундаментальной картины. И произойдет это после того, как уже конфликт между США и Китаем окажется в прошлом. Ну вот не знаю, друзья, удастся ли договориться. Сейчас нас готовят действительно к тому, что лучше транслировать позитивные ожидания. Как вы знаете, я пока что еще не готов всецело положиться на то, что США и Китай договорятся. Или я бы даже сказал, что соглашение, может, и будет. Но когда мы детально в нем разберемся, то осознаем, что и США, и Китай оставили для себя лазейки, которые, в конце концов, позволят сохранять определенную часть вот этих барьеров, что в целом можно будет использовать для оправдания политики протекционизма, которая сохраняется. Поэтому, возвращаясь к нефти, я считаю, что пятничное снижение абсолютно не обоснованное. И рекомендую удерживать длинные позиции с прежней цели, которая вам всем известна, друзья. Это поближе к 70 долларам за баррель. Доллар иена 111.94 тоже на американец сейчас растет. Это не совсем то, что хотелось бы видеть. В частности, интересна динамика американского доллара, потому что мы помним, что фон о прошлой неделе был интересен завершением с отсутствием соглашения между Северной Кореей и США. Фактически переговоры завершились досрочным образом. Это явно негатив. Мы помним, что происходило с доходностью американских облигаций. И целая куча статистики, начиная от личных доходов и личных расходов, и заканчивая активностью АСМ в производственном секторе и разгона инфляции. Я думаю, что сейчас, наверное, не имеет смысла особо большой делать акцент на статистику. Если вам она интересна, то можете открыть экономические календари пятницы и убедиться в том, что все отчеты, которые вышли по штатам, были в красной зоне. То есть все сектора, мягко говоря, не оправдали ожидания оптимистов. Цифры хуже прогнозов. И на этом все равно американская валюта выросла. Опять же, я связываю это с тем, что в пятницу под закрытие торговой сессии на рынок кто-то целенаправленно вернул позитивные ожидания того, что США и Китай все-таки смогут выйти на какое-то конструктивное рост и в конце концов окончательно преодолеть торговые разногласия. Мы можем гадать, конечно же, сколько угодно, очень долго, кому это было нужно, кто в этом был преимущественно заинтересован. Но факт остается фактом, настроения действительно изменились, и это помогло американцу закрыться на максимум за много последних недель. Сейчас мы на пороге тестирования сопротивления 112. Я по-прежнему считаю, что доллар – это своего рода ловушка для покупателей. Лично я пока удерживаю короткие позиции, потому что, друзья, плечи, которыми я располагаю непосредственно в сделках, они позволяют мне терпеть просадки. Если вы все-таки консервативные трейдеры, я думаю, что такие комментарии с моей стороны излишни, вы знаете, что очень часто, прежде чем рынок все-таки начинает адекватно работать с фундаментом, мы видим не совсем то движение, которое нужно. Я объяснил свою позицию с точки зрения фундамента. Надеюсь, что кому-то это объяснение кого-то устраивает, и вы разделяете со мной такую же позицию. Евро против доллара снижается. Здесь динамика та, которая нам и нужна, но все-таки евро, на мой взгляд, мог бы быть уже дешевле против доллара. 1.1362, может быть, с небольшой коррекцией, с поправками на реальный курс, но не сильно, я уверен, отличаются сейчас котировки. Евро я продаю, в частности, причин для этого было очень много. Я для вас детально анализировал фундаментальный фон европейского происхождения. Как вы помните, там мы не нашли ровным счетом ничего, за что можно было зацепиться в плане позитива. Вот, пожалуйста, в пятницу еще вышли данные по инфляции еврозоны. Базовая инфляция, на что я рекомендовал, всегда делает наибольший акцент. Снижается, друзья, базовая инфляция. Почему она важнее, чем обычная? Потому что она позволяет исключить столь волатильные показатели, как энергоносители и продовольственные товары. 1% с 1,1% – это явный повод снова заговорить о том, что слабые инфляционные ожидания. Обязательно, 100%, я в этом не сомневаюсь, вынудит Европейский Центральный Банк расширить инструментарий экономического стимулирования и на этом фоне уже убедить рынок в том, что мягкая политика ЕЦБ будет транслироваться на протяжении всего 2019 года. Поэтому по евро ни в коем случае не залазите в длинные позиции, потому что велико будет ваше разочарование потом, когда вы осознаете, что евро копило заряд для того, чтобы все-таки развить большую нисходящую динамику. Фонд против доллара 1.3227. Волатильные сессии для британца. Я думаю, что таковыми они останутся. Мы ждем 12 марта, когда пройдет очередное голосование о соглашении Терезе Мэй, которое ранее она определила в качестве дорожной карты выхода Англии из состава Европейского союза с комиссией ЕС. Это соглашение не устраивает парламент Англии. Сейчас снова попробую договориться. 12 марта, если соглашение терпит очередное фиаско, напоминаю, что 13 марта будут обсуждать уже соглашение, которое не допустит выход Англии из ЕС на условиях жесткого Брэкзита. И 14 марта, собственно, состоится голосование о пролонгации, продлении периода действия инициирования 50-й статьи. В общем, очень насыщенные будут 3 дня, начиная с 12 марта. Сейчас рынок уже готовится к этому волатильному периоду. С настроениями определиться очень трудно. Я признаюсь, что сейчас для тех, кто все-таки не торговал еще британцем и не очень сейчас разбирается в том фоне, который сложился, а может быть просто и не хочет, лучше, наверное, держаться подальше от британской валюты. Ну а для тех, кто уже определился с настроениями, например, как я, это настроение скептиков, нужно удерживать короткие позиции, ждать теста как минимум 1.30 и закрепление ниже. Мы в конце прошлого года также длительный период ориентировались на уровень 1.28. Ну вы помните, как нам удалось лихо его сделать. Мы на этом неплохо заработали. Я думаю, что такую историю успеха мы с вами повторим очень скоро, уже, возможно, даже в первой половине этого месяца. Доллар канадец 1.32.51 сейчас котировки, ну, может быть, чуть-чуть ситуация изменилась. Опять же, ослабление канадского доллара в пятницу было связано с выходом слабых данных по темпам экономического роста, в частности, в квартальном выражении 0.4. Друзья, вместо прошлого показателя, который мы видели на отметке 2%. То есть, вы представляете, во сколько раз цифры оказались хуже. В месячном выражении можно сказать, что Канада очень слабо начала первый квартал 2019 года. То есть, эстафета была подхвачена негативная. И многие считают, что Канаде чудом вообще удалось избежать рецессии. О чем это говорит? Я думаю, что на таком фоне, конечно же, логично сейчас сделать ставку, что Банк Канады лишен какой-либо возможности говорить о вероятных сроках ужесточения денежно-кредитной политики, потому что это было бы по меньшей мере странно. Ведь такая ситуация с экономическим ростом явно не располагает к тому, чтобы в стране еще и росли процентные ставки. Поэтому, раз нас таким образом разочаровали пьяничные данные по ВВП, судя по всему, нам нужно изменить свой подход к торговле канадским долларом и поставить на то, что канадская валюта будет ослабеть. Но опять же, друзья, я все-таки сделаю небольшую ремарку. Очень трудно сейчас определить, что же преимущественным образом повлияло на канадца в пятницу. Либо слабая статистика, либо все-таки снижение цен на нефть, потому что нефтянка тоже просела. Если нефть остается ключевым фактором движения для канадского доллара, то получается, что раз у нас сохраняются ориентиры роста бренда в район 70 долларов за баррель, все-таки она не сможет отыграться. Я предлагаю наблюдать сейчас за канадским долларом в паре с американской валютой. Если будут какие-то интересные уровни, возможно, уже руки начинают тоже чесаться. Хочется поторговать, особенно после пятничного роста. Я дам вам конкретные ориентиры и сигнал на трейдинг. Но пока что я, друзья, не могу четко сказать, какой фон является определяющим. И приходится лишь констатировать то, что на рынке в моменте происходит, но без какого-то акцента на обоснованный, аргументированный прогноз. Австралийц против доллара 0.7088. Я уже в начале брифинга сделал акцент на то, что по австралийцу мы ждем цель 0.70. Я думаю, что на этой неделе уже до нее доберемся. И по американскому фондовому рынку я цели давал на прошлой неделе. Сейчас мы по S&P находимся на уровне 2816 пунктов. В целом этот уровень является довольно неплохим сопротивлением. Планка 2800, если вы искали...